Итак, мы подошли к цели наших лекций, к определению устойчивой гомологии. Мы уже знаем, как считать просто гомологии специальных комплексов. Теперь вопрос, как же из данных получить специальный комплекс. На этом примере нам даны данные, просто точки, лежащие по двум окружностям. И мы хотели бы как-нибудь сказать, что на самом деле действительно это что-то типа двух окружностей. То есть у нас первое число бетти – это два. То есть есть два интервиальных цикла. Как мы это делаем? Давайте для каждого числа эпсиом мы нарисуем симплекс этих данных. То есть отрезок, треугольник, детрайдер или многомерный детрайдер. С вершинами в этих точках, если все парные расстояния меньше, чем эпсион. То есть когда эпсион равен нулю, мы не рисуем ничего. У нас точки как были, так и остались. Когда эпсион меньше, чем любое парное расстояние, вот как вот здесь вот, тоже у нас ничего не появляется. Потом, когда эпсион становится меньше, чем по парное расстояние между точками на второй окружности, у нас появляются все отрезки между точками второй окружности потом мы еще еще и увеличиваем потом вот уже на картинке е видно что у нас появляются какие-то трехмерные симплексы двумерные тоже просто когда все попарные стоя между точками становится меньше чем скажем один мы рисуем туда целый симплекс но значит на рисунке f видно что нас уже и по-прежнему еще 2 2 окружности но уже к ним приделаны кис многомерные симплексы тетраэды ну а на картинке же мы видим что когда у нас наши наш порог отсечения все ну скажем меньше больше чем любое расстояние между вершинами наших данных то мы добавляем вообще все возможные симплексы то есть тетраэдр многомерный тетраэдр и так далее теперь для каждого параметра и все мы можем посчитать гомология получившегося секционного комплекса а дальше когда мы все увеличиваем мы оказывается можем проследить какие гомологии живут какие гомологии умирают то есть например смотрите вот у вас справа внизу нарисована диаграмма устойчивости для номер на гомологии как он помню верной гомологии номерное число бейте что компонент связанности самом начало компонент связанность то уже столько точек потом когда у вас уже ваш параметр который вы добавляете и все он уже достаточно большой у вас оказывается что у вас есть всего две компоненты как тут нарисовано значит и означает что у нас осталось всего номерной гомологии прожитым двумя образующими видите внизу на отрезочке раз есть 22 длинных отрезка вот потом в какой-то момент примерно между точками c и d у нас наконец наш граф сливается в одну команде связанности и как раз второй отрезочек пропадает остается только один то есть прям это нужно думать так сначала у нас граф был состоящий из отдельных м斉 своя Holmes и каждая из них было образующей номерной гомологии потом каким из них стали сливаться когда 2 коedral сельности сливаются в одну вот одна образующая умирать эту друга остаются жить потом в какой-то мягче of составе всего 2 компательно связон есте вот они какое-то время жили вместе потом одна сливалось другой по этому осталось только одна какая связь то же самое можно делать для одномерных гомологий то есть сначала у вас просто нигде не никаких нет одномерных гомологий нет никаких циклов потом у вас где-то на картинке b вот тут появляется маленький маленький цикл это означает что у вас появился одномерный гомологический цикл но потом на картинке c видите он пропал потому что все попарные расстояния между точками стали меньше чем наш порог и он заклеивать треугольником и этот райдером вот но потом на картинке d у вас добавилось вот это вот ребро длинная и тем самым ваш комплект стала теперь похож на окружность и вот так раз красный второй красный отрезок на диаграмме это ты показывает большая петля которая появилась и она живет примерно вот до почти до f то есть пока у нас все парные расстояния такие что у нас есть такая маленькая область внутри наших данных у нас будет жить это образующие первых гомологий и в этом состоит идея устойчивой гомологии что вместо того что смотреть один параметр вы смотрите сразу все параметры но при этом вы смотрите как долго живут какие-то вот эти свойства ваших данных то есть многомерные дыры то есть простейший пример это компания связанности то есть то же самое что кластеры то сколько кластеров у вас происходят для данного эпсиона то есть номерные устойчивые гомологии сами вам делают то же самое что дендрограмма рисует то есть как бы как кластеры сливаются друг с другом при увеличении порога когда их сливаете а одномерная устойчивая гомология что гораздо более интересная она вам детектирует такие одномерные дыры ваших данных двумерные устойчивые гомологии детектируют двумерные дыры и так далее в этом собственно стоит идея устойчивой гомологии Теперь о том, как их считать. Во-первых, надо сказать, что устойчивая гомология определена только над полем. То есть, помните, когда я определял комплекс, построенный по симплексу, я брал z в степени числа симплексов. Оказывается, в этом случае не получится посчитать устойчивую гомологию. Нужно брать не z, которое кольцо, а какое-то поле, например, r или c или конечное поле. Потому что в этом случае окажется верна теорема о интервальных модулях. Это означает следующее, что мы для каждого параметра отсечения ε посчитали группу гомологии. И эти группы гомологии выложены друг в друга. Получается такая конструкция, что у вас есть группа гомологии, давайте обозначим g1, для параметра 1. Потом она вкладывается в g2, потом вкладывается в g3 и так далее. И чтобы сказать, что у нас какой-то класс родился в момент времени 1, потом умер в момент времени 5, нам нужна структура на теореме в интервальных модулях. В простейшем примере она звучит следующим образом. Представьте, что у вас есть последовательность линейных отображений. Оказывается, что всегда можно ее разложить единственным способом в прямую сумму следующих. То есть можно брать либо 0 в R, в R, в R, в 0. Здесь все отображения тождественные. Можно брать 0 в R, R, в 0, в 0. Тоже здесь тождественное отображение. Такая же со сдвигом направо. И тривиальная. То есть когда у вас просто есть R и сразу переходит в 0. Ну и еще две такие же, где R стоит на втором и третьем месте. Заказывается, что любую такую последовательность линейных отображений можно представить в виде суммы таких. И тем самым каждой такой компоненте отвечает, скажем, на класс номерной гомологии, которая живет с момента времени 1 до момента времени 3. Таким отвечает класс гомологии, которые живут с момента времени 1 до момента времени 2. Такие с момента времени 2 до момента времени 3. А такие, которые сразу же пропадают после появления. И такой факт о том, что вы можете любую последовательность ваших групп разложить каким-то каноническим способом в некое конечное количество интервальных, интервальные, потому что здесь от 1 до 3, есть от 1 до 2, есть от 2 до 3. Оказывается, что это работает только над полем. И оказывается удобно взять поле из двух элементов. Если у вас есть поле из двух элементов, оно вообще ничем не отличается от поля R или поля C. То есть все свойства поля выполняются. И теорема о интервальных модулях тоже будет выполняться. Теперь как же считать гомология? Давайте мы посмотрим на все симплексы, которые добавляются в наш комплекс со временем. Давайте их пронумеруем по временному добавлению. То есть сначала у нас добавили все нумерные симплексы, точки, потом стали добавлять отрезочки, потом стали добавляться треугольники и так далее. Давайте мы каждый объект знумеруем в порядке их появления и напишем большую-большую матрицу, где число строчек и столбцов столько же, сколько наших объектов. Теперь давайте напишем матрицу оператора границы для всего этого. И она будет выглядеть так, что просто A и житая в этой матрице равно из нички, если id и симплекс это грань житого. Легко видеть, что тогда ваша матрица будет верхней треугольной. Потому что сначала у нас появляются точки, потом появляются отрезки, для которых эти точки являются границей, потом треугольники, для которых эти отрезки являются границей и так далее. И после того, как мы написали такую большую-большую матрицу, на самом деле, если вы посмотрите на определение гомологии, нам нужно просто посчитать какие-то размерности ядер и размерности образов наших отображений. Это можно сделать с помощью метода Гаусса. Более того, мы можем даже не просто посчитать размерность группы гомологии, мы же хотим еще узнать, какие классы живут, когда они рождаются, когда они умирают. Теперь сможет следующим образом. Давайте для нашей матрицы, для каждого i определим функцию low. Low от i будет равняться g, если g-то элемент в этом столбце, это последний ненулевой элемент. То есть после него в столбце идут вниз, дальше только нули. И дальше таким же способом, как метод Гаусса, можно привести нашу матрицу к такому виду, в котором эта функция low является инъективным отображением. То есть в каждом столбце единичка стоит в каком-то уникальной строчке. То есть для первого столбца на пятом месте, для второго столбца на седьмом, для четвертого столбца на шестом и так далее. То есть все есть номера разные. И оказывается, что если у нас в редуцированной матрице low от i равняется g, это означает, что i-дсимплекс, когда появляется, он появляется позже, чем ж-дсимплекс, он убивает гомологический класс, который пророжден ж-дым симплексом. То есть это означает, что если у нас все симплексы были занумерованы моментами времени, это означает, что у нас был класс гомологии, который родился в момент времени g и ж-дым до момента времени i. То есть тем самым вычисление устойчивой гомологии, это на самом деле вопрос ледяной алгебры. То есть вы сначала рисуете этот комплекс, который получается из ваших данных, он может быть очень большим, но может быть вы не хотите считать гомологией всех размерностей, а хотите считать гомологией только размерности 1 или 2, когда комплекс будет поменьше. Выписываете для него большую матрицу и с помощью метода Гаусса приводите ее к редуцированной матрице. И редуцированная матрица вам сразу же говорит диаграмму устойчивости, которую мы рисовали на предыдущем слайде. Вот это вот. Вот. В общем-то и все. То есть устойчивая гомология считается довольно просто. Проблема вычислительная обычно в том, что у вас очень много симплексов. То есть в вашем матрице может быть миллион на миллион. Тогда просто все долго считается. Но с точки зрения принципиальной это довольно простые алгоритмы. Их можно стараться убыстрять. Это текущая такая довольно популярная область. То есть как научиться считать устойчивую гомологию побыстрее. Но в целом люди начинают все больше и больше применять их в настоящем анализе данных. И про это, собственно, будет следующее видео. Протюш Пронав расскажет про то, как устойчивая гомология можно применять для изучения вопросов космологии. А Евгений Андронов расскажет, как какие-то похожие идеи работают в геномике. На этом все. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова